всем привет дорогие друзья ну что добро пожаловать ко мне в гости давайте пройдемся по нашей квартире на пороге как обычно когда мы заходим встречает наш мотя это наш маленький друг домашний питомец и наш коридорчик такой же маленький как наш мотя буквально три квадратных метра и сюда как видите вмещается маленькая тумбочка под обувь открытая вешалка так как шкаф сюда точно не вместите он будет узкий маленький и одежда зимняя да в таких объемах конечно у нас не поместится сам коридор у нас сделан панелями серёжа у меня мой муж делал это своими руками в принципе здесь еще у нас плитка теплый пол извиняюсь за сломанный комод он нам пока некогда им заниматься я здороваюсь с вами всем привет и здесь у нас на этой стороне расположен домофон пульт для управления теплым полом и здесь у нас дверцы скрыты счетчики по электричеству и все рубильники как если я правильно их называю и вот в принципе вот он весь коридорчик и натянут натяжной потолок на две лампочки и поставили полтора года назад сей в дверь новую и в принципе все вот такой небольшой коридорчик очень тесно мало места и поэтому много здесь не уместишь далее проходим в ванну комнату ванная комната у нас тоже маленькая крохотная хрущевка эта квартира поэтому здесь места не так много если посчитать по квадратам ванна где-то пять с половиной или шесть квадратов точно не могу посчитать но примерно вот где-то в этом размере сюда вмещается стиральная машина ванна унитаз да и раковина ремонт здесь сделан был до нас мужа брат делал и поэтому мы приехали уже в такой ремонт я думаю это достойный ремонт и пока что точно мы ничего не планируем здесь делать в принципе меня устраивает все вмещается все хорошо но единственное конечно прибираться неудобно очень мало места поэтому кручусь верчусь как могу ну а здесь уже за шторочка за такой скрытый у нас также модернизация такого пространства ниши не смогла ее открыть застряла у нас дам расположены полочки и хранится вот вся бытовая химия какие-то вещи на прозапас да какие-то шампуни тазики ведра и так далее в общем все это скрытая только шторочка и я думаю в принципе это нормально ну и здесь мы в том году в двадцатом году поставили полотенчика до этого здесь его не было но было обрезано и в принципе все все что могу рассказать показать уже вам показала пройдемте дальше вот переходим мы с вами в гостиную метраж всей квартиры составляет сорок два с половиной квадратных метра в принципе не много и не мало ну нам в пока что достаточно гостиной мы сделали ремонт почти два года назад осенью будет два года ну года полтора получается эта стеночка у нас такого темного цвета и как знаете в хрущевках маленькие кухни и мужа брат сделал так что он снес эту стенку перепланировку сделал но он ее конечно не согласовал это не сами делали и получилось что у нас гостиная связана вместе с кухней и две комнаты рядом но получается эти две комнаты они изначально одна была комната это была кладовка небольшая а одна комната была одна два окна но прежние жильцы еще до покупки нам нашей семьей до этой квартиры они сделали две комнаты убрали кладовку и сделали две комнаты поэтому получилось что у нас трехкомнатная квартира за место двух но покупали как двухкомнатным пойдемте сходим на кухню на кухне также гарнитур нам остался от мужа брата ремонт они также делали этому ремонту восемь лет если не ошибаюсь около восьми лет гарнитуру тоже восемь лет но замене пока мы не планируем замену гарнитура нас он устраивает он небольшой но в принципе практичный удобный для таких хрущевских кухонь в принципе самое то также в зале на кухне один единый бежевый такой потолок натянут поменены везде окна на пластик но единственное мы планируем этим летом или весной поменять зимний хрущевский вот этот холодильник под окном надеюсь у нас все получится на полу у нас лежит паркет но конечно паркет уже старенький он уже везде расходится но если менять паркет как вы знаете это надо менять все все полы также у нас установлен кондиционер так как мы живем возле дороги и дышать совершенно невозможно все выхлопы все газы поднимаются к нам поэтому мы купили кондиционер это наша обеденная и тире рабочая зона такой стол мы и кушаем и работаем за этим столом далее в этом уголочке поместился мой буфет о котором я мечтала и его купила ну а здесь я немножко так покажу время уже много балкон балкон открывать не будем он застеклен но не обшит на нем очень холодно и показываю свой буфет о котором я так мечтала он очень хорошо вписался в этот уголочек как видите щели на паркете очень большие пойдемте в комнату в одну из комнат комнатки очень маленький по метражу вам не подскажу потому что не смогу ну чисто визуально посчитать но комнатка вот небольшая ее разделяет между комнатками двп или дсп как правильно доски называется я не знаю а и как бы вот разделили вот такие балки в углах как видите это было сделано все еще до нас прежними жильцами мы это ничего не делали пока ребенку в этом в том году купила новый спальный гарнитур осталось нам обновить здесь обои и муж сделал и стеллаж своими руками и в принципе все что здесь помещается главное есть где поиграть езде поспать есть где похоронить одежду и в принципе это самое главное для детей на данный момент а когда она уже будет старше конечно будем думать о рабочей зоне а всех удобствах но сейчас пока вот она маленькая еще двух лет нету она совсем малышкой поэтому я думаю что вот такого пространства ей достаточно и вот стена вот такая вот видите видно даже бугорки где-то что материал не совсем удачный конечно можно перешить обшить по новой но пока у нас нету в планах этого пройдемся еще раз по залу чтобы показать как в принципе да визуально выглядит квартира это наша спальная зона мы здесь можем спим и детям мы отдали по комнате так как девочки разновозрастные чтобы было им проще у каждой была своя комната и здесь вот у нас стоит такой большой шкаф где наша одежда зимние куртки сезонная какая-то одежда извиняюсь этого на куча с расхламления я все еще ее не увезом не избавилась от вещей поэтому вот так а это комната моей старшей дочки также мы в ней делали ремонт единственное что вот в этих двух комнатах не сделан натяжной потолок потому что мы пока не знаем как мы будем поступать потом с комнатами но и в принципе пока не планируем менять потолки обои мы клеили два почти два года назад во время беременности мы клеили моей 2 и вот так выглядит комната потихоньку помаленьку мы обновляли мебель кровать стол к учебному году покупали гарнитур вот именно шкаф с пеналом и в принципе здесь больше ничего не помещается место конечно мало но и игры игрушки все это конечно все либо в комнате у младшей дочери либо они девчонки играют в зале а здесь именно комната расположена для того чтобы просто поспать позаниматься переодеться какие-то дела свои поделать но не играть конечно потому что место очень мало и журнальный стол стоит с улитками у нас здесь живут улитки еще на подоконнике у меня у дочки свои там игрушечки которые она хочет чтобы они там стояли стоят и в принципе все шкаф все это проектировали замеряли по размерам по возможности шведскую стенку поставили чтобы девчонкам было не не скучно чтобы они прыгали скакали веселились занимались пройдемся еще раз по залу на противоположной стенке вот на это он сделан фотообои так как мы поклеили сначала белые обои а там советских времен остались какие-то пятна и обои были белые и все видно было ему купили фотообои наклеили сверху в принципе вот так выглядит наша квартира я надеюсь что вам было интересно посмотреть как мы живем потому что в роликах не совсем в мотивационных возможно кому-то понятно как она выглядит с какой стороны какие комнаты я думаю что я постаралась более детально сделать обзор квартиры чтобы вы понимали из какой комнаты куда я хожу где я нахожусь и я думаю что вам понравилось пишите свои комментарии пишите свое мнение возможно какие-то советы по обстановке а я буду на этом с вами прощаться и котик мотя вам желает самого хорошего и самого наилучшего всем пока пока ну что дорогие друзья а на этом я буду с вами прощаться всем спасибо за просмотр кому понравилось ставьте пальчики вверх пишите свои комментарии кто не подписан на мой канал обязательно подписывайтесь ссылочки на мои социальные сети всегда есть в описании всем пока пока до новых встреч